Субтитры сделал DimaTorzok И самое главное, узнаем, что самое вкусное. Погнали! Сегодня мы попробуем кору, внутренний ее слой, заболонь. Также мы попытаемся найти желуди, орехи, рябину. Ну и, конечно, отведать крапиву. Забыл сказать про короедов, которые водятся от труплявых деревьев. Вообще, предлагаю попробовать сначала все-таки с коры. Есть елка, есть сосна, есть береза и осина. И определить, на самом деле, заболонь, который из них самый вкусный. Заболонь – это ткань между толстой породы дерева и самой корой, по которой движется питательное вещество. Конечно, в большинстве случаев его приготовить пытаются на костре, это когда есть спички. Но так у нас максимальное выживание, и мы без спичек. Соответственно, мы будем есть его и употреблять пищу сырым. Поэтому предлагаю начать с елки и попробовать, какой заболонь у елки. Вкусный или нет? Погнали! А вот, кстати, шишки ольхи, и их, на самом деле, очень сильно любят есть рябчик. Я бы попробовал. Ну, в принципе, они мягкие и нормально жуются, но на вкус как газета. Конечно, когда жрать нечего, я это съешь. Ну, это ради эксперимента, неинтересно. Вот слой коры, вот этот слой коричневый, именно в осине. Это вот с изоболонь, который едят. Вот он. На самом деле, очень мягкий слой, но... На вкус он горький. Просто невероятно горький. Попробую чувствовать. И вот, как раз видно, здесь уже белая часть начинается, непосредственно с самой древесины. На вкус не прияринен. В принципе, жуется, но горчит. Так как я не пробовал еще остальные деревья на вкус, я предлагаю нам двигаться дальше и попробовать сейчас елку. Еловый заболонь. Елка на вкус елка. Она мясистая, но... Есть невозможно, как будто ты ешь иголки елочные. Ну-ка, поглубже копнел. Но она, на самом деле, поприятнее даже на вкус, чем осина. Ну, скажем так, употреблять ее в втором видео так в пищу, я бы не купил. Кстати, она вяжет, как хурма. И очень много смолы. Елка тоже не в кайф. Пойдем дальше. Так, березовый заболонь. Я большой очень выбрал березу. Вот, у березового. Вот такой коричневый. Это заболонь. Похоже чем-то на губку. Они все горькие, ужасно. Про это почему-то никто не говорит. Причем ужасно горькие. Мне он, наверное, по вкусу на печенье похож. Тоже вяжет. Я не знаю, как это есть. Мы сейчас пытаемся быть без огня и выжить. Редкостная гадость. Любое дерево, которое я отломал сегодня, это гадость. Еще осталась сосна. Я не верю, что он чем-то отличается. Вот он, заболонь. Последний, который нам необходимо попробовать, это сосна. Ну, он и по запаху такой же, как еловый. И по вкусу такая же бодяга. Еще раз убедился, что кору есть вообще не вариант. Единственное, что, наверное, скорее бы больше ел листяное растение. Либо березу, либо осину. Ну, это пока, на мой взгляд. Ну, пошли дальше. Вот это малина. Это вот малиновый куст. Ягод, конечно, мы с тобой не дождемся. Тут остались вот от ягодок крепления. Тоже туалетная бумага. Труклявые деревья не попадаются. Грибов от этих, конечно, дофига. Но деревинистые. А, тихо. Не, это опасно. По башке может дать просто на раздавание. В детстве он ломал березовые серьги. Ну, внешне они такие месистые. Ну, то, что касается березовых серьг, они, по крайней мере, тоже очень. А так начиналось хорошо. Я даже поверил, блин. Начиналось хорошо, но на самом деле похоже так же на заболонь. Ничего в этом крутого, к сожалению, нет. О, пойдем туда. Смотри-ка. Караедами тут тоже не пахнет. Головом пахнет. Разжирать хочется. Смотри, тут дятла его долбит. Наверное, есть. Кара. Кара снизу. Давай посмотрим, живет ли кто-то в этой коре. Будем аккуратны. О! Есть первая живность. Я не согласен пока и есть. Она не белая. Это сороконожка. Лишайники. Никаких личинок, которых нам обещают. В Корее я пока не вижу. Я не нашел ни одну личинку, которая бы могла накормить меня. Тоже пусто, но я пока не расстраиваюсь. Пойдем дальше, посмотрим. Пойдем. Тоже всякараедами изъедем. Может быть, есть личинки. Все возможно. Слушай, очень много вот этих тресоглусов. Смотри. Ну. Сороконожек. Вон они. Ну, я думаю, их я есть пока не готов. Чуть-то такой тросик. Какой-то кухон. Тихо-тихо. В этом кухоне что-то есть. Он уже, то что было, уже вылупилось. Превратилось жука. Вот это, наверное, и есть бывший личинка Караеда. Пойдем поищем дальше. Ну, она что, она живая. Мокту сострижешь. А вот корота живой, ты не снимешь. Так, идти захотелось. Здесь есть мои любимые Караеды. Паука нашел. Ой! Что-то какая-то крупная штука была. Но, опять же, это был насекомый, а не Караед. Уже такое дерево ошкуриваю. Что-то я ни одного Караеда найти не могу. Поэтому с Караедами похоже болт. Никаких насекомых, съедобных, или их личинок зимой найти невозможно в рисоках. Пойдем. Первый роман – это гнездо. Можешь славить, посмотреть, где-то там яичко. Может, с филатиков положил он, блин? Так нет, я не говорю про филатики. Рогоз он называется. А, это рогоз. Это огурец у нас назывался. Мы доставали корни филатика, чищали, ели. Он по вкусу был один в один, как огурец. Я сейчас просто не вытащу его физически изо льда, но ножик погонять я тоже не хочу. Или... Но, кстати, не так уж и глубоко. Он прожумной. Вода вымерзла. Нет, тут вода. Если вода – это хорошо. Появляется возможность добыть первую адекватную еду. Ну, так что-то и просто. Блин, обычный филатик легко вытаскивается. О, оторвал. И у нас есть корешок. Он, конечно, не такой, как летом. О, это можно есть. Но на крахмале на вкус очень приятный. Как мороженый банан. Ты его ешь, он такой безвкусный. Ну, такой, очень похоже. Слушай, очень приятный. Попробую. Ну, все равно же интересно, серый. По-нормальному откуси. Не, ну, если хочешь жрать, вот этого можно наесться, по крайней мере. Я не знаю по калорийности, но крахмал здесь есть, потому что он сладкий. Это не кору жрать. Так что, в принципе, здесь есть вариант филатик. Вот, пожалуйста, найти его очень легко. Раздолбили лед. Достали. В принципе, очень достойный, съедобно. Это, первое, серьезная еда, которая и в восприятии более-менее адекватна, и калорийна, что даст вам возможность выжить. Поэтому учите заболоченные участки. Плюс их найти очень легко, на самом деле. Это либо какие-то низины, либо болотины. По мху можно определить. По гнилым деревьям, которые в болоте задыхаются. Там, где есть небольшое их количество, как вот здесь, например. Слушай, вкусно. Ну, по крайней мере, реально этим можно наесться. Я никому не советую есть заболонь. Елку сразу говорю нет. Она на вкус ужасная просто. Если уж и выбирать из всего, что есть, это, наверное, все-таки береза. Краеды искали, ничего не нашли. Филатик. Самое вкусное, наверное, из возможного, что можно есть. Неприятное. И жуется приятное, и на вкус не горькое. Поехали дальше. Попробуем найти ягоды. И попробуем найти орехи. Кстати, я такого не видел. Может быть, сейчас найдем у Краеда. Ну, вижу, здесь, по крайней мере, влажно. О! Нашел! Маленькая личинка. Краеда, тихо! Когда я слышал поговорку, что в жизни нужно попробовать все, я не думал, что она имеет в виду, в том числе, и съесть личинку Краеда. Блин, была одна. Ну, знаешь, если честно, вот так вот. Это столько деревьев исконопатить и найти одну личинку Краеда. И то ее потерял. Кто-то подумает специально. Да пусть, даже если и так. Лучше нахрен специально ее потерять. Нашел. Вот она. Вот она, личинка Краеда. Что-то она какая-то маленькая. В интернет-обзорах там такие личинки, откуда они их берут. У нас просто какой-то маленький Краед. Видишь? Вот она. Личинка Краеда. Вкусненькая. Что, давай? Она пополам. Не знаю, как кайфануть от вкуса. Но птички же едят, да? Господи, живая. Никогда в жизни ничего живого не ел. Вот так вот, чтобы живой в рот засунуть. Но это выживание. Слушай, она такая мясистая, на самом деле. Хоть и маленькая. Вкуса у нее никакого нет. Но такой, не шлипка приятная, но и не шлипка противная. Понимаешь, что это с весной? Похоже, как будто маленький кусочек сырого мяса. Знаешь, когда в зубах затерялся, потом ты его нашел. Тоже имеет место быть. Глотать я это говно точно не буду. Помимо заболония можно найти крапиву. Вот эти вот семена. Их тоже едят. Крапивы в лесу очень много. Сейчас мы попробуем, что они себе представят на вкус. Это очень приятно. Конечно, на вкус все такое, как шелуха от семечек, как я уже говорил. Но его можно собрать большое количество. Это, кстати, самый такой простой распространенный вариант, что можно найти и поесть в лесу. И гораздо вкуснее за баллоне, поверьте мне. Тогда что за орехами? Чего только сегодня в моем во рту не было. И личинка короеда, и филатики, и кора, и шишки. Осталось только найти орехи. Но мы уже третий час ходим, уже начинает темнять. Надо выходить к машине. Я не знаю, если она попадет, конечно, на орешник, было бы очень здорово. Потому что в орехе 628 килокалорий. В лесном орехе в 100 граммах. Это самый высококалорийный продукт. И если удастся зимой в лесу найти орехи или их раскопать, это самая большая возможность выжить. Потому что вот даже как по короеду показала практика, мы два десятка деревьев исковыряли, и вот только в одном они стали попадаться. Дело в том, что я нашел короеда там, где под корой было сыро. Они, наверное, не больше сантиметра по величине. Ну а на вкус, я не знаю, там, курица, не курица, просто живое мясо. Как бы это не было смешно, но на выходе из леса уже к машине мы нашли орешник. Это интересно, стоит ли вообще зимой искать орехи в лесу. Но здесь достаточно большое количество кустов. Пытаемся найти орехи. Вот так, на первый взгляд, я вообще не вижу орехов. Огромный орешник, на котором по-любому должно было хоть что-то в году родиться. Но, как показывает практика, вот сейчас поисковая, никаких орехов-то и нет. Причем я попадал в поздний осенний лес, на земле очень много орехов. Но рисую много различных животных, которые любят пытаться орехами. И собирают почти все. Поэтому обычному человеку найти орешки и отведать их, я думаю, вообще не вариант. А, вот, нашел соцветие ореха. Орехи мягкие, видать, уже начинают гнить. Внутри, конечно, ничего нету. Это не те орехи, это орехи, которые не уродились. Да, самая высококалорийная пища. Это орехи. Был неурожай. Поэтому вам не повезет потеряться рядом с орешником в неурожайный год. Самое точное определение, что человек – всеядное животное, которое может съесть все, что угодно. Остается только принять решение для себя. Что же будет вам по вкусу? Мне, если честно, больше всего понравился филатик. Но каждому из вас я советую пойти в лес и принять для себя раз и навсегда решение – сгинуть или остаться живым. Это был проект Национальной Лигы Охоты и Рыбалки Выживания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах. Ссылка в описании под видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!